всех приветствую продолжаем рассматривать персонажи мифологии арахна или арахнея древнегреческие мифологии дочь красильщика идмона из лидийского города колофон искусная ткачиха называется мионийкой из города гиппепа либо дочерью идмона и гиппепы либо жительницей вавилона я цитирую википедия возгордившись своим мастерством арахна заявила что превзошла в качестве саму афин считавшуюся покровительницей этого ремесла когда арахна решила вызвать богини на состязание то дала ей шанс одуматься под видом старухи афина пришла к мастерице и стал отговорить ее от безрассудного поступка но арахна настояла на свое состязание состоялась афина выткала на полотне сцену своей победы над посейдоном арахна изобразила сцена из похождения зевса афина признала мастерство соперницы но возмутилась вольнодумством сюжет изображение ее было неуважение богам и афина уничтожила творение арахна афина порвала ткань и ударила арахну в лоб челноком из киторского бука несчастная арахна не перенесла позор она свила веревку сделала петлю и повесилась афина освободила арахну из петли и сказала ей живи непокорно но ты будешь вечно висеть и вечно ткать и будет длиться это наказание и в твоем потомство афина окропила арахну соком волшебной травы и тотчас тело ее сжалось густые волосы упали с головы и обратилась она в паука с той поры висит паук арахна своей паутине и вечно ткет ее под рукой версии арахна была превращена в паука за связь со своим братом фалангом который был превращен в фалангу фаланги известные как верблюжьи пауки или солнечные пауки по еще одной версии сына арахны изобрел веретено ну вот так вкратце из википедии о арахна или арахнея в древнегреческой мифологии дочь красительщика идмона из бедийского города калафон искусная ткачих пока пока до свидания и и и и и и